короче проезжаем перевалы здесь очень красиво и меня не снимаете снимаем красоту летом здесь очень красиво перед ездом вообще на эти перевалы стоят знаки предупреждающие о сходе сели лапин короче вообще в снегопады сильные когда заваливает эти трассы все закрываются тепло уже минус 2 градуса всего лишь солнце парит прям вот жарко на самом деле у нас печка отключена жарко вот эти трассы вообще когда очень холодно это минус скажем 20 то здесь минус 30 наверно ветров здесь нету но из-за того что снега очень дохуя риск большой что дорогу заваливает и поэтому эти дороги закрывают говорить потому что ну сами видите здесь все красиво я вообще когда через перевал летом ездил всегда наслаждался дорога есть да как бы она по качеству он латаная латаный асфальт постоянно машину все время колбасе в принципе 80 вот идем нормально запрещающих таких знаков по ограничению здесь 8 что принципе стоит 8 70 среди дороги себе так ехать можно самое главное самое главное здесь красиво связь здесь не ловит никакая вообще потому что ну да стоп случайно нажали едем вот видите сами качество качество дороги вы сами видите говорите явно качество дороги 8 съехать можно вот знаки то что постоянно два поворота ну что здесь все время резкие поворот и постоянно внизу ниже гор поэтому жопа такая связь здесь вообще никакая не ловит и ни одна связь потому что ни вышек ни плена нету недалеко от чунжи вот эти перевалы вы можете посмотреть на карте также здесь недалеко черенский каньон вообще это достопримечательность казахстана черенский каньон вы можете вбить в гугле посмотреть черенский каньон фотографии там очень красиво я там был правда очень красиво туда вниз есть получается в сам черенский каньон съезд три километра всего ну вот начало черенского каньона и в самый низ там речка короче протекает и до этой речки три километра туда разрешают только спускаться только полноприводные машины вообще заезд туда разрешен только полноприводным машинам потому что ни задний ни передний привод там не вытащить вообще то есть легковушки туда стараются вообще не пускать там есть накатанная дорога ну к этому как блять ну где фотографии фото зону фото зона грубо говоря фото зоне там накатанная по песку короче дорога туда еще пускают короче легковушки а туда дальше уже к черенскому каньону уже не пускают только полноприводные машины там и полноприводные зарываются на самом деле потому что там скалы сплошные там красиво видите обязательно в гугле посмотрите что такое черенский каньон в казахстане это знаете чем-то он похож на в америке гранд каньон всего два таких в мире это младший гранд каньон да вот он чем-то похож на гранд каньон даже так вот 90 видите разрешение очень красиво там на самом деле в принципе казахстан очень красивая страна очень красиво у нас очень много красивых мест полей есть красивые поля барханы барханы поющий барханы у нас есть то есть это песком такие огромные горы ветер дует они такие ну типа поющие барханы поэтому их называют типа пою очень красивых мест много но государство у нас конечно такси казахстана в россии леса леса огромные леса я даже был под это блять город как называется короче не помню был там огромный лес был и я пошел гулять в него и почти даже заблудился можно сказать я просто все время держал в уме где дорога чтоб выйти если бы я не знал где дорога я бы в лесу даже заблудился вот гололёдик у нас есть все дела я если честно я думал здесь похуже дорога но в плане не чищено там ничего не растаяно блять я и так знаю что здесь лапки блять постоянно машину колбасит и вообще это жопа здесь а не дорога но это еще нормально это еще нормально я думал намного хуже будет что здесь не чищено но здесь как видите чищено и даже асфальт я если честно шокирован немножко вот там дальше еще перевал ну в принципе вот это щель оно все такое идет летом здесь намного конечно красивее это все зеленое они хоть как-то красиво а сейчас ничего красивого тут нет скалы до скалы и снегом все равно красиво они хрен красиво красоту снимать а не меня меня то что снимали тысячу раз красиво 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 ну проехали мы короче горы теперь вот так прямая дорога она вот ну блять на камера глухо будет вид она очень долго прямая идет вот вот там слева ну где-то вот там китай вот за этими горами вот прям вот за теми горами у нас Киргизия и там озеро Исюгольд вот прям за этими горами там получается если прямо ехать направо вот так объехать эти горы и ты приедешь на Исюгольд Киргизия а вот где-то в той стороне я точно не помню по карте в принципе пробить можно там есть ой есть блин там Китай Китай то есть мы уже едем на границу с Китаем то есть на Рынколь куда мы едем он находится прямо вот с ними там на паузе посмотрите на Рынколь у нас еще 161 километр вот прям почти почти на границе с Китаем там до Китая вообще ну рукой подали Чиринский каньон Чиринский каньон да про который мы вот только что буквально говорили Чиринский каньон не Чиринский каньон прямо будет по этой дороге на него есть съезд но я не знаю есть ли смысл его снимать ну посмотрим там потому что вокруг тоже красиво в принципе дорогу я смотрю подлатали ее правда хоть и трясет до сих пор но ее подлатали я потому что когда последний раз здесь ездил здесь вообще ехать невозможно здесь были явы на яме вот сейчас дорожку подлатали хотя бы по ладкам знаете хотя бы машину бьет по ладкам а не по ямам это намного лучше ну вот как вот так и дорога вот если посмотреть ну блин не знаю там на камере вообще видно что она прямая и долго она прямая как в Америке знаете прямая трасса вот здесь тоже вот так вот едешь ездишь ездишь единственное что в Америке асфальт получше и все блять этот ролик вообще длинный по моему ну я надеюсь вам будет интересно на самом деле что я не зря стараюсь и всю эту хрень снимаю пишите обязательно в комментариях ну вот я обещал снять дорогу на Ширын вот там знак вон тот зона Ширын и вот так вот 10 километров вот по этой дороге новой раньше вот вот с ними вот она вот такая была получается я прошлым летом не летом осенью я был асфальт только ложили и вот наконец-то положили блять нормальный новый асфальт на Ширынский каньон так что если захотите съездить вот знайте здесь новый асфальт ну здесь вот горы идут тут везде горы я не знаю что показывать везде горы просто ну вот вот это поворот на Ширынский каньон все что я могу показать как-то так там видео уже пиздец дохуя ну зато вы увидите Алматинского облака тепло кстати кстати тепло здесь 0 градусов всего лишь но я вот вышел мне даже не холодно вообще то есть без шапки без ничего очень даже тепло солнце печет вовсю нормально все зашипит жить можно а нам вот по вот этой дороге и дальше блять еще километров 150 наверное хуярить не знаю если что-то интересное что по дороге попадется обязательно снимем а так поехали вот едем дальше едем у нас здесь даже 3 градуса тепла но в горах вообще по идее должно быть теплее на самом деле здесь даже снега нет вот смотри вот 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 там далеко вот там вот там с ними попробуем может видно будет дорога вот там на нее но мы сейчас в объезд через лог такой огромный лог пойдем а вот отсюда вот блять даже не видно здесь короче вот где-то в той стороне как раз таки есть Чижинский каньон блять его видно вообще летом сейчас его не видно потому что снегом завалило я блять определить не могу ну вот даже вот эти вот видите горы они уже похожи на гранд каньон чем-то чем-то я не говорю что они пиздец похожи но они чем-то похожи мы сейчас в лог когда спустимся вот там вообще тоже очень красиво выглядит все я медленно еду до лога сейчас ну быстро спустимся наверное сейчас паузу поставим и в логе продолжим так и сделаем все еще спускаемся в лог тут много ехать на самом деле вот красиво полный такие все холмами очень красиво жалко снега на них нету вообще шикарно было я уверен и вот уже вот видите вот они каньоны пошли ну блять отсюда все равно еще плохо видно это мы сейчас ниже еще ниже хотя там дорога сейчас направо уйдет вот сейчас мы повернем и должно должно быть видно вот колен давай снимай видно видно вот смотрите красиво видно хорошо а чиринский каньон как раз таки вот за вот этими вот ну за этим каньоном находится он туда дальше там вообще очень красиво на самом деле залезть не поленитесь зайти в google бить чиринский каньон и посмотреть вообще фотографии насколько там красиво фотография вот даже мы сейчас видео вам снимаем фотографии там какие-то делаем они не передают того что мы видим ну вы понимаете да то есть то что видит человеческий глаз не может передать фотокамера вот сейчас как раз поворот вообще четко должно все быть видно идем стольник вниз скорость здесь разрешенная нормально в принципе вот снимать смотри как красиво вот это вот то что в чиринском каньоне вот это хуйня на самом деле в чиринском каньоне еще красивее здесь внизу что-то роют уже давно я даже не знаю что здесь роют может здесь добыча какая-то идет вот еще что-то вот сам чиринский ну блять смысл вот эти вот каньон да блять я не знаю как его еще назвать очень красиво выглядит не меня снимай каньон снимай вот этот это не очи рыбка это не очи рыбка да вот там речка есть вот она как раз между этими двумя скалпами по-моему протекает и блять ну я не могу я не знаю что сказать потому что здесь очень красиво здесь есть парковочка давай-ка припаркуемся попробуем ой снимать так здесь налево разрешено ну разрых есть вообще это выезд по идее ну мы заедем мы заедем вот это кстати фото зона насколько я знаю блин я сниму вот сейчас мы вам покажем как это все красиво ой речка заледенела собака бежит какая-то пошли вы ну я здесь никогда не парковался ну как видите красиво вот эта вот речка вот это вот вот эта вот hair И вот эта речка как раз в конце Черинского каньона проходит, вот прямо в конце Черинский каньон, он спускается, идет спуск, спуск, вот он кончается и вот эта вот речка там протекает, там очень сильное движение, вот там еще одна, смотри, парковочная зона, ну очень, вот даже видите, ОС написано, видно там очень, ОС это на казахском озерке, что ли, по-моему, это речка переводится, То есть эта речка и называется Шарын, ну Черин на русском, Шарын на казахском языке, ну вот здесь очень красиво, это еще фуфло, вот в Черинском каньоне на самом деле очень красиво, это еще фуфло на самом деле, ебать у нас номер, вот такая вот здесь красота, ну, конечно, мусор, блять, хули, бесчеловеческого фактора, вот там даже тропинка какая-то есть к речке, и там какая-то параша уже валяется, Ну это, вот это люди так относятся ко всему, на самом деле очень красиво, блин, до хрена бы чего еще снял, но надо ехать, надо ехать, вот подругу нашли, подруга ей, взять У нас нечего ей дать Местная собака Здесь вот мусорка Скорее всего ее подкармливают Тебе не холодно тут? Она вон оттуда, Миш Вон там видимо охраняют пастбище Ну там да, что-то есть какая-то Ну ты охранница-то хуйёвая Не то место охраняешь Ну как-то так, блять видео пиздец длинное будет Вон там конь есть Конь смотри Без члена правда, но есть Всё, иди До сих пор шпили-били едем на рынок Вот тут короче Вот такие вот пустыни Пошли, пошли Уже время пол третьего Пол третьего Мы до сих пор едем Сколько осталось? Хуй его знает Последний знак Последний знак Мы видели 90 километров Сколько проехали? Ну хрен его знает Не знаю, километров 50 наверное Где-то так еще Ехать и ехать Вот так вот Работа моя Сейчас занимает 90% времени Эта дорога Вот знак Какой-то что-то говорят нам Ааа, непонятно что они говорят нам Я уж заебался, Коля Уж заебался Уж заебались Едем, едем Нам ещё назад ехать Это пиздец Нам надо будет ехать Чунжу скорее всего Там начимать Но завтра утром ехать Майнак А потом с Майнака Куда скажем Куда и поедем Либо вернемся в город Либо Либо еще куда-то поедем Ну вот Как-то так Встретимся на Ренкуле Наверное Вот и добрались мы Наверное На Ренкуле Вот наш объект справа Можем его не снимать Время 3.17 Кто помнит В 10.47 мы где-то около Чилика были Вот так вот охренеть Как мы заебались сюда ехать Но мы доехали Вот Сегодня мы ещё отсюда куда-то поедем Наверное скорее всего До стопудова Но не знаю будем ли мы снимать или нет Поэтому заранее говорю Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok